Друзья, всем привет! И с вами снова я, Елена. Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у нас будет маленький обзорчик книжных новинок. Дело в том, что опять-таки, была акция, по-моему, она назвалась Библионочь, она уже прошла. Но иметь возможность снять видео я могу только сейчас. Поэтому хочу с вами поделиться, что я взяла, чем пополнила свои сборы, да, своей коллекции книг, какими именно. Если интересно, оставайтесь со мной. Покажу вам, быстренько расскажу. Книг немного, всего 5 штучек. И еще дали подарочек. Подарочек покажу в конце. Давайте начнем. Первая книга Джорджет Хейер. Опять же, ну, Библионочь, там было очень много скидок. Помимо скидки от Библионочь, моя постоянная скидка, плюс еще какие-то скидки. В общем, была приличная скидочка на все это. Вот. Ну и, как всегда, Джорджет Хейер пополнила коллекцию. В этот раз книга в твердой обложке. Это меня очень радует. Я предпочитаю книги в твердой обложке. Но если их нету, например, на данный момент в продаже в твердой, ну, придется взять в мягкой. Но все-таки твердая, она более, знаете, такая, как бы, изысканная, презентабельная, что ли. И это у нас Убийство на Чарльз Стрит и Кому помешал Сэмсон Уорренби. Два романа в одной книге. Зачитывать не буду. Все узнаете более подробно в отчете о прочитанном. Так. Следующая книжечка была взята по наводке. Залеклась я, конечно, не брать книги по отчетам каких-то других блогеров, кто читает. Либо BookTube блогеров. Вот. Но мне понравилась лицензия на эту книгу, мне понравился отчет блогера на эту книгу. Я почитала описание книги на сайте. Я почитала отзывы других людей, которые читали эту книгу. И мне понравилась обложка. Несомненно. Мишель Ричмонд «Брачный договор». Когда это все в крови, это же прямо вау. Вы бы хотели, чтобы ваш брак длился вечно. 18+. Подозреваю, также было упомянуто в отчетах у кого-то, что здесь присутствует не только ненормативная лексика, но и довольно откровенная сцена. Поэтому не знаю, отсвечивает вам или нет. Она просто в пленке. Я сейчас не хочу разворачивать. Надеюсь, было видно. Следующая книжечка маленькая. Эдгар Аллен по Ворон это стихи. Позор мне и стыд. Я не знала, что он писал стихи. Но эта книга долгое время не была в открытом доступе. Не то, что конкретно эта книга, а конкретно Ворон. Его долгое время не издавали. Но тут в прошлом году, даже позапрошлом, 2016 год, его переиздали. И насколько я знаю, то есть насколько я почитала информацию, конкретно эта книга написана в каком-то зашифрованном формате. И многие известные авторы какие-то литературные историки не могут расшифровать эти стихи и понять что там. Меня это заинтересовало. Я люблю всякие загадки. И я решила взять эту книжечку. Она небольшая, стоила недорого. Кстати, ссылочки на все книги, которые я сегодня показываю, вы найдете под видео, проходите, знакомьтесь, приобретайте. Так что буду читать, поделюсь обязательно, может быть, мне удастся что-нибудь разгадать, я же такая. Так, вторая книга, которую я выбрала по наводке с Ютуба. Не помню, кто делал отзыв на эту книгу, но я ее очень давно уже положила в корзину, наверное, год назад и с тех пор она у меня там лежала. Мне понравилось, когда она пришла, что мне понравилось в этой книге, это обложка. Она очень необычная, то есть это сверху пленка, на которой напечатан текст, и если пленку убрать, то книга без текста вообще, то есть есть просто картинка, и по сути непонятно вообще, как она называется, кто автор. Весь текст напечатан на книге, вот, на обложке внешней, которая защищает книгу, потому что книга такая немножко как будто бы, ну, не совсем бархатистая, но как будто вот она какая-то, как сказать, что-то среднее, она не совсем глянцевая, но и не совсем бархатная, то есть у нее какой-то такой фактура какая-то есть, вот, и эта пленка, она защищает книгу, и несет на себе информацию, вот мне понравилось, необычно, я такого раньше никогда не видела, и это у нас Лайза Джуэлл, Холодные сердца, роман о сильном чувстве, романы я вообще, в принципе, о любви я не покупаю, я небольшая их фанатка, но вот эту книгу я заприметила год назад, и думаю, ну, раз она так долго лежит, и сейчас на нее скидка, почему не взять, так что, когда-нибудь я ее прочту, наверное, потому что, как я уже сказала, романы любовные я не очень люблю, как-то вот так сложилось, хотя, раньше сама такое писала, ладно, это уже другая история, и последняя книжечка на сегодня, это Питер Джеймс, убийственно крутой детектив, убийственно просто, когда друзья похоронили тебя заживо, собственно, буквально в последний момент, то есть, опять же, несмотря на скидки, нужно было для того, чтобы получить, допустим, бесплатную доставку, набрать определенную сумму, вот, и мне нужно, мне не хватало буквально копеечку до этой суммы, и эту книгу я увидела уже в последний момент, и решила, что надо взять, я почитала, 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 почитала отзывы, почитала рецензию, почитала про автора, мне показалось, что это мое знакомство будет схоже с Крисом Картером, то есть, тоже я человека этого автора не знала, брала его книгу, так сказать, в качестве эксперимента, и мне его литература понравилась, теперь я хочу познакомиться с Питером Джеймсом, надеюсь, что будет так же, то есть, что мне его произведение понравится, у него много книг, может быть, познакомлюсь еще и с другими, надеюсь, не отсечивает, поэтому я кручу, и, собственно, за заказ в Библионочь, за использование промокода специального, который я выиграла в рулетке при получении предыдущего заказа, мне подарили блокнотик, сейчас я его распакую, чтобы не шуршать, вот такой зелененький блокнотик, он просто с гладкими белыми листами, то есть, безо всего, так, сзади какая-то информация, и везде написано, что это блокнот фирменный от Лабиринта, так что у меня теперь есть первый мой блокнотик с Бродским от Лабиринта, в мою коллекцию буду, может быть, что-нибудь зарисовывать, поскольку он чисто белый, в нем можно рисовать, может быть, удобно его взять с собой, знаете, он небольшой, вот, размером с руку, да, можно взять куда-то, если пойдешь гулять, и просто порисовать, или что-то записать, какие-то мысли, очень удобная штучка, вот, так что, вот такой у меня небольшой совершенно обзорчик, ссылки на все книги вы найдете в описании под видео, проходите, знакомьтесь, опять же, может быть, что-то вам приглянется, понравится, как и мне, и вы это приобретете, а с вами мы увидимся в следующих видео, пока-пока, читайте с удовольствием,